Добрый вечер, уважаемые журналисты! Закончился первый матч регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги Кубка Шелкового Пути в 2020 году в Ташкенте. Куму принимал Металлург из Новокузнецка и выиграл со счетом 7-5. По традиции первое слово предоставляем главному тренеру гостей, пожалуйста, Альберт Леонидович. Откровенно, проспали начало игры. Видимо, ребята не все услышали, что соперник начнет активно. Ну и второй момент, игра в меньшинстве, выбирали соперника, объясняли конкретно каждому игроку, кто где должен играть. Опять же, кто-то, видимо, слушает полуха на установке. Будем с этим разбираться, команда Куму с победой. Вину за то, что не донес до ребят всю нужную информацию в том объеме, как скажем, в том накаличь, который был на матче. Вину на себя. Идем дальше. Спасибо, Евгений Николаевич, ваше слово. Ну, первая из победы, конечно, важная победа. Набьемся за место в плей-оффе. Просто сегодня была, как это, Николай Заварухин правильно сказал, новогодняя игра. Еще ребята не отошли от новогодних праздников. И сегодня мы столько подарков сделали. Хотя, я сказал, подарки закончились 31 декабря, на 1 января. Остальное уже... Валидольная игра, но зрителям нравится. Они сегодня получили большое удовольствие. Правда, пару тренеров потеряли там, пару волос и еще что-то. Такие игры здоровья не дает. Но самое главное, что выиграли, опять же. Все. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы. Отобег. Отобег Жураев, телеканал «Сворд». Добрый вечер. Вопрос Альберту Леонидовичу. Большое спасибо за шикарный матч в вашей команде. Вы сейчас отметили, что вы проспали. Вот перед период, вы считаете, что это ключевой момент? Потому что вы, в принципе, дважды проигрывали в минус 3, отыгрывались до минимальной радио в счете. А потом, в конце концовочек, в принципе, тоже не хватило до удачи. Конечно, ключевой момент. Я еще раз говорю, два ключевых момента. Проспали начало игры и игра в действие. Вот и все. Да, мы забили пять голов. Спасибо ребятам. Спасибо, опять же, первому звену, который реализовали. Все эти моменты, которые были. Но так нельзя начинать. У нас еще есть три звена, которые сегодня собрали. Откровенно спасибо. Спасибо. Игорь Николаевич, с победой еще раз. Отдельное спасибо за игру в большинстве, потому что ребята сбивали очень красивые головы. И ваше мнение по поводу новичков? Ну, сказать, что они буквально 2-го числа только приступили. У нас две тренировки было, 4-го, одна сегодня игра. Из этих троих, ну, Казаков поставил сегодня в состав. Я думаю, угадали с ним. Парень показал хорошую игру, так же живчик. Защитник. Наумов. Да, Наумов. Парень после травмы, у него был там разрыв связок, страшная там была операция, все это. Хорошее катание, посмотрим, потому что нам защитники нужны. Ну, и еще один игрок тоже. Посмотрим, дадим возможность немножко попривыкнуть. Они тоже привыкнут к системе, привыкнут к Ташкенту здесь. Я думаю, хорошо сейчас у нас конкуренция. И это для тренера. Иногда ты будешь там часа 2 сидеть, объяснять. Вот у человека, как нужно играть, а он посмотрит, я все равно играю. А иногда, ребят, когда он видит, что есть, хочешь играть, пожалуйста. Нет, придут другие, зовут место. Святое место пустое не бывает. Поэтому здесь конкуренция, говорят, самое великое и большое, что есть в спорте. Бигает спорт. Спасибо. Еще вопрос. Атубик. Евгений Николаевич, вопрос. Огромное спасибо. Кармидж и матч. Вопрос следующий. Так, сегодня все четыре финала. У МОЗа билла. Это впервые на домашней арене. И рекордного 7-5. 12 шагов еще здесь не было. Такого никогда. А вопрос следующий. Первый раз, когда соперник отыгрался, мы вас пиклили по камере, вы были достаточно спокойны. А потом вы стали, в общем, очень достаточно эмоционально поговорить с игроком. И тут же движаем, в принципе, ребята пропустили. Вы как-то прочувствовали этот момент. Они опять отыграли. А потом второй раз, минус плюс 3, плюс 2, плюс 1 осталось. С чем было это связано? Да и здесь тренер от начала до конца. Вот мы говорим всегда игрокам. Ребята, вы должны быть концентрированы. 60-65 минут. Тренер стоит на лавке. У него вообще нет ни секунды, чтобы он расслабился или что. Перерыв он работает. На матче он работает. И вот ты в это время должен всегда правильное решение принимать. От тебя многое зависит. И когда команда начинает сопли пускать пузырями, думает, что они уже выиграют, как сегодня. После 3-1 началось пас назад. Такой шапка закидательств. Я говорю, ребят, металлурка – это не та команда, которая лапки бросит. Она говорит, что сейчас выйдет и затопчет нас. Так и получилось. Но здесь просто выбираешь, когда спокойный, когда за грудки хватаешь, когда, может, там, бьешь что-то, чтобы обратить внимание как-то. Игроков. А не пауза, да? Нет, нет, нет. Ты работаешь постоянно. Их надо всегда встряхивать. Не всегда удается, но надо что-то делать. Если ты ничего не делаешь в этой ситуации, ты проиграешь матч. Если ты что-то делал, и сегодня 7-5 выиграл, значит, ты отработал нормально. Можно чайку попить. Спасибо. Да, и можно, по-прежнему, один вопрос. Сегодня для нас, насколько он сдавал шайбу, ситуация, почему-то только шикарно сделал передачу, пару слов, как его играет. Да я его давно знаю. Я еще, он же был в Нижнекамске. Это отличный игрок. У него есть сейчас предложение. Видите, он немножко меняется, поменялся, там, с рождением ребенка, семья, все. Я ему желаю самого лучшего. Он может играть, и может еще гораздо лучше. И я от него требую. Иногда, наверное, уже ему надоел. Но это моя тренерская работа. Всегда, каждый день, пихать, толкать, кусать, чтобы игрок себя дальше развивал. Как только немножко отпустишь, вы же не видите наши работы. Вы думаете, там, на пресс-конференции с галстучком, а там сзади такая черновая работа, неблагодарная. Ты как тренер всегда как пес. должен лаять и кусать. Поэтому, поэтому, вот такая профессия. Спасибо. Спасибо. Я знаю, как коллега мой согласен. Видите. Ну, у нас просто сначала все получалось. Видели. Чик, 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 чик. Но это чик, чик нужно сохранять. И нужно еще уровень и мастерство команды. У нас такого нет. Поэтому держать все время напряжение. Это задача вот нашей команды. Еще раз. По мастерству Кузня. Повыше, чем мы, я честно скажу. По мастерству, по суммарному. Ну, есть хоккей, которые, желание, которые, вот в начале у нас было это все. Потом соперник перехватил инициативу, потому что это классная команда, которая может забить. У них первое звено. 51 гол. Это лучшее звено в ИХЛ. Там ребята поиграли достаточно времени в КХЛ и на хорошем счету. Здесь расслабляться нельзя. Вообще ни на секунду. Немножко расслабились получи, расслабились получи. Так что это хоккей. В общем, предлагаю вам, дорогие журналисты, не расслабляться. Прийти 7, 9, 11 на наши матчи. Ждем вас. А сегодняшняя пресс-конференция закончена. С победой и до свидания.